В самые ранние времена сердцевины России – это лесистая полоса, в центре которой располагается нынешняя Москва. Территория населялась народами финского и литовского происхождения, а на востоке и юге жили тюркские племена. Русские впервые мигрировали на эту территорию в конце первого тысячелетия новой эры. До этого они вместе с другими славянами населяли область границы, которой невозможно очертить даже с приблизительной точностью. В ранний период своей истории славяне были кочевыми скотоводами и объединялись в рода и племена. Во времена Римской империи славяне жили в Центральной Европе однородной массой. После падения империи однородность эта стала нарушаться вследствие того, что они оказались захвачены волной переселения народов, вызванной напором азиатских варваров. По всей видимости, миграционное движение славян началось в конце 4 века н.э. вслед за вторжением в Европу гунов. Уничтожавших соседские готские королевства. Однако массовый характер переселения обрело лишь в 6 веке, после наплыва новой волны азиатских пришельцев аваров. Вслед за вторжением аваров одна группа славян двинулась на юг, на Балканский полуостров. И остановилась лишь по достижению границ Византии. Другие отправились на восток, здесь им не противостояло ни политической, ни военной силы. И они распространились компактными группками по всему пространству, от Черного моря до Балтийского, по пути покоряя финнов и литовцев и поселяясь промеж них. Именно в эту эпоху переселения, то есть между 6 и 10 веками н.э. распалась пронация славян. Сперва славяне разделились на три крупные территориальные общности, западных, южных и восточных. Во втором тысячелетии новой эры они продолжали травиться дальше, на отдельные народы. Необходимо обстоятельно описать природные условия, с которыми они посвечались вследствие своего переселения. С точки зрения растительности, Россию можно подразделить на три основные зоны, которые поясами тянутся с востока на запад. Первое. Тундра. Это область, лежащая к северу от полярного круга и покрытая мхами и решайниками, не способная обеспечить организованную жизнь человека. Второе. К югу от тундры простирается громадный величайший в мире лес, покрывающий большую часть северной половины Евразии от полярного круга до 45-50 градусов северной широты. Лес этот можно дальше подразделить на три части. Хвойная тайга в северных районах, состоящая в основном из ели и сосны. Смешанный лес, частью хвойной и частью лиственной, покрывающий центральную область России, где расположена Москва. Лес и степь. Промежуточная полоса, отделяющая лес от травянистой равнины. Третье. Степь. Огромная равнина, простирающаяся от Венгрии до Монголии. Лес растет здесь лишь при посадке и уходе, а сама по себе природа способна лишь на траву и кустарник. Россию можно подразделить на две основные зоны, границу между которыми, грубо говоря, совпадает с линией, разделяющей лес и степь. В лесной зоне преобладающим типом почвы является подзол, содержащий скудное количество естественных питательных веществ, находящихся при том почве и требующих глубокой вспашки. В этой области множество болот, а также обширных песчаных и глинистых участков. В ряде районов лесостепи и в большей части степи преобладающим типом почвы является чернозем, цвет и плодородие которого объясняется присутствием перегноя, продукта гниения травы. Чернозем содержит от 2 до 16% перегноя, насыщающего слой земли толщиной от полуметра до 3 метров. Он покрывает примерно 100 миллионов гектаров, являющихся центром сельского хозяйства России. Климат России относится к континентальному типу. Зимняя температура понижается по мере продвижения восточном направлении. Самые холодные районы России лежат не в самых северных, а в самых восточных ее областях. Верхоянск, сибирский город, в котором зарегистрирована самая низкая в мире температура, находится на той же северной широте, что и Нарвик, не замерзающий норвежский порт. Эта особенность российского климата объясняется тем, что производимый гольфстримом теплый воздух, согревающий Западную Европу, охлаждается по мере того, как удаляется от Атлантического попережья и продвигается вглубь материка. Одним из следствий этого является то обстоятельство, что Сибирь с ее потенциальным неистощимым запасом пахотной земли, по большей части, неприкодна для земледелия. Распределение осадков отличается от схемы расположения растительности и почв. Обильнее всего они на северо-западе, вдоль Балтийского побережья, куда их приносят теплые ветра, а по мере продвижения в противоположном направлении, к юго-востоку, они уменьшаются. Иными словами, они обильнее всего там, где почва всего беднее. Другая особенность осадков России состоит в том, что дожди обыкновенно льют сильнее во второй половине лета. В Московской области наиболее дождливые месяцы это июль и август, когда попадает почти четвертая часть годичной нормы осадков. Незначительные изменения в распределении осадков может обернуться засухой весной и ранним летом, за которые следуют катастрофические ливни. Водные пути. Реки России текут с севера на юг и наоборот. Ни одна из крупных рек не протекает с востока на запад, с запада на восток. Однако притоки больших рек располагаются именно в этом направлении, поскольку поверхность России плоская, в ее европейской части нет точки выше 500 метров. И реки ее начинаются не в горах, а в болотах и заболоченных озерах, падение их незначительное. В результате Россия обладает единственной в своем роде сетью судоходных водных путей, состоящих из больших рек и с многочисленными притоками. Пользуясь даже примитивными средств транспорта, можно проплыть через Россию от Балтийского моря до Каспийского и добраться по воде до большинства земель, лежащих между ними. Речная сеть Сибири густоотменна, настолько, что в 17 веке охотникам на пушного зверя удавалось в самое короткое время проделывать тысячи верст до Тихого океана и заводить регулярную речную торговлю между Сибирью и своими родными местами. Если бы не водные пути, до появления железной дороги в России можно было бы влачить самое жалкое существование. Расстояния так велики, а стоимость починки дорог при резком перепаде температур столь высока, что путешествовать по суше имело смысл лишь зимой, когда снег даст достаточно гладкую поверхность для саней. Этим объясняется, почему люди так зависели от водного транспорта до второй половины 19 века. Подавляющая часть товаров перевозилась на судах и на баржах. Подобные другим славянам, восточные в древние времена были пастушеским народом. И поселившись на новых землях, они мало-помалу перешли к земледелию. На их беду области, куда проникли восточные славяне и где они обосновались, необыкновенно плохо пригодны для земледелия. Коренное финское и тюркское население относилось к земледелию как к побочному занятию в лесной зоне, устремившись в охоту и рыболовство, а в степной – в скотоводство. Славяне поступили по-другому. Во всей видимости, сделанный ими упор на земледелие в самых неблагоприятных в природных условиях является причиной многих трудностей. Своеобразное географическое и сезонное распределение осадков – основной причиной того, что на протяжении того периода русской истории, о котором имеются какие-то свидетельства, в среднем один из трех урожаев оказывается довольно скверным. Однако наиболее серьезные трудно разрешаемые проблемы связаны с тем, что страна расположена далеко на севере. Соседи ее не были богатые или дружески расположенные, и стране приходилось полагаться на свои собственные ресурсы, чтобы прокормить население. Важнейшим следствием положения России является чрезвычайная краткость периода, пригодного для сева и уборки урожая. В тайге вокруг Новгорода и Петербурга он длится всего 4 месяца в году – с середины мая до середины сентября. В центральных областях около Москвы он увеличивается до 5,5 месяцев – с середины апреля до конца сентября. В степи он продолжается полгода, остальная часть русского года совсем не хороша для сельскохозяйственных работ, потому что земля делается тверда, как камень, и окутывается толстым снежным покровом. Короткий период полевых работ и длинная холодная зима ставят перед русским крестьянином дополнительную трудность. Он должен содержать скот в закрытом помещении на 2 месяца дольше, чем западноевропейский фермер. Сложности, которыми было чревато разведение крупного рогатого скота, привели к тому, что в лесной зоне не развелось действительно экономичное мясомолочное хозяйство. Они плохо сказались на качестве рабочего скота и вызвали вечный недостаток навоза, особенно на севере, где он нужнее всего. Следствием плохих почв, ненадежных осадков и короткого периода полевых работ являлась низкая урожайность. Беда земледелия была не в том, что оно было никак не в состоянии произвести порядочных излишков. Производительность российского сельского хозяйства была самой низкой в Европе. Другой причиной низкой производительности сельского хозяйства, помимо уже перечисленных природных факторов, было отсутствие рынков сбыта. Неблагоприятные природные условия привели к низким урожаям. Низкие урожаи породили нищету. Из-за нищеты не было покупателей на сельскохозяйственные продукты. Нехватка покупателей не позволяла поднять урожайность. Коденчатым результатом всего этого было отсутствие побудительных стимулов к улучшению сельского хозяйства. Разорвать этот порочный круг могло лишь вмешательство каких-то внешних обстоятельств, а именно установление торговых связей с другими странами или крупные научно-технические нововведения. Очевидно, что сбывать сельскохозяйственные излишки следует не другим крестьянам, а тем, кто сам не производит продуктов питания. Иными словами, горожанам. При отсутствии городского рынка сбыта, излишки зерна мало на что годны, кроме как на перегон в спиртное. Таким образом, не было экономического стимула, чтобы попытаться вспомнить то, чем обидела природа. И российский помещик, и российский крестьянин смотрели на землю, как на источник скудного пропитания, а не обогащения. В земледелие вкладывали скромные средства, ибо урожаи получали самые жалкие. Рынок сбыта был крайне узок. На протяжении большей части 19 века основным орудием русского пахаря была примитивная саха, которая не переворачивала, а царапала землю. Однако имела то преимущество, что не требовало большой тягловой силы и работала в 10 раз быстрее плуга. Основной культурой была рожь, предпочтенная благодаря своей выносливости и приспособляемости к северному климату и бедной почве. Притом, из всех зерновых культур она дает самые низкие урожаи. Всякий стремился отвязаться от земли. Крестьянину больше всего хотелось бросить пашню и сделаться коробейником, ремесленником или ростовщиком. Деревенскому купцу пробиться в дворяне, дворянину, перебраться в город или сделать карьеру на правительственной службе. В своем действенном состоянии лесная полоса России изобиловала неистощимым, на первый взгляд, количеством дичи, оленями, лосями, медведями и необыкновенным разнообразием пушного зверя, которого промышляли крестьяне. Работавшие на князей, помещиков, монастырей, меда было сколько угодно. Не было даже нужды строить улей, ибо пчелы клали мед в дуплах засохших деревьев. Реки и озера кишили рыбы. Это изобилие дало возможность ранним поселенцам жить сносно, не в скудость. Как невелико было значение промыслов, они не могли служить основой народного хозяйства, которое в конечном итоге зиждалось на земледелии. Быстрое истощение почвы понуждало крестьянина вечно перебираться с места на место. Надо отметить, что российская география неблагоприятствует единоличному земледелию. Видимо, существует некое общее правило, согласно которому северный климат располагает к коллективному введению хозяйства. Тому много причин. Однако, в конечном счете, все они связаны с краткостью периода полевых работ. Тот непреложный факт, что полевые работы в России приходится проводить за 4-6 месяцев, заставляет трудиться весьма напряженно и совокупно использовать людские и материальные ресурсы и домашний скот. Россия традиционно была страной широко разбросанных мелких хозяйств до установления военного коммунизма. Но если бы даже в таком управлении имелась нужда, природные условия страны помешали его созданию. Достаточно лишь представить себе сложности транспорта и связи в России на появление железных дорог и телеграфа. Огромные расстояния и климат, отмеченный суровыми зимами, делали создание в России постоянной дорожной сети невозможным. В России уже после того, как во второй половине 17 века шведскими и немецкими специалистами было создано регулярное почтовое сообщение, курьеры передвигались со средней скоростью 6-7 км в час. Хорошее время года они могли сделать сутки километров 80. Депеша шла от Москвы до крайних городов империи 12 дней 8-12. Таким образом, получение ответа на запрос занимало 3 недели.